Эта видеозапись начинает серию видеозаписей о применении языка Python в программе QGIS. QGIS — это еще одна GIS-система, в которой в том числе можно автоматизировать процессы. Заниматься программированием и автоматизацией процессов мы будем с помощью языка Python. Ну и по аналогии с программой RGIS, программирование на Python в программе QGIS делится на несколько составляющих частей. А именно программирование из консоли. То есть внутри геоинформационной системы есть консоль-интерпретатор языка Python, в которой пользователи могут работать и писать туда свои команды. Дальше это программирование в виде написания скриптов, выражений, а также это написание плагинов в данную геоинформационную систему. Если у вас есть какие-то проблемы с языком Python, то под видеозаписью будет ссылка на обучающее видео по основам языка Python. Но также есть в интернете множество бесплатных сайтов, где можно научиться синтаксису и основным конструкциям данного языка. В этой видеозаписи мы начнем с программирования из консоли в QGIS и разберем работу с векторным слоем, работу со справкой, а также работу с выделением объектов и работу с выборкой. Итак, откроем QGIS. Как мы видим, у нас добавлено уже два векторных слоя. Это слой с точками и слой с полигонами. И здесь есть символ консоли языка Python. Нажимаем на него. Эту консоль можно перемещать, но мы ее оставим здесь. Итак, первое, что мы видим здесь. У нас написано, что необходимо использовать объект iFace, чтобы получить доступ к интерфейсу. Можно это написать и посмотреть, что же это за такой объект iFace. Как мы видим, здесь написано QGIS Interface Object. Итак, где же нам прочесть справку о данном объекте? Во-первых, мы можем написать Help iFace. А также мы можем воспользоваться справками, которые лежат в интернете. Все ссылки на них будут под видеозаписью. Для начала начнем работать с данной справкой. То есть мы заходим по данной ссылке, выбираем пункт меню класса. И здесь мы как раз можем найти наш QGIS Interface Object. Нажимаем на него и видим все возможные методы, свойства, которые присущи данному объекту. Чуть более подробно на данных методах и свойствах мы остановимся в других видео. А сейчас мы будем работать с получением векторного слоя в какую-либо переменную внутри языка Python. Для этого здесь мы уже можем воспользоваться данной справкой. Как мы видим, слева есть содержание. Выбираем Using Vector Layers. И здесь мы можем посмотреть, что возможно делать с векторными слоями с помощью Python внутри QGIS. Итак, как же нам получить слой? Давайте создадим переменную Lir и приравняем ее к следующему объекту. Мы напишем My Face Active Layer. Active Layer выберет тот слой, который у нас сейчас подсвечен. То есть это будет слой с точками. Нажимаем Enter. Во-первых, мы можем вывести Lir и увидеть, что это QGIS Vector Layer Object. Опять-таки мы можем найти его в справке, посмотреть какие-то методы его. Вот здесь множество его методов, которые у него есть. С некоторыми из них мы поработаем. Во-первых, конечно, у него есть имя. То есть вот мы можем проверить. И это именно данный слой выделен. Также у объекта слоя есть метод получения его геометрического типа. То есть мы пишем Lir Geometry Type. И получаем число, которое соответствует геометрическому типу данных объектов. То есть по аналогии с геометрией у точек геометрический тип 0. То есть как и размерность данного геометрического объекта у линии 1 и у полигона 2. То есть количество параметров, которые позволяют измерить данный объект. У линии, соответственно, это длина. У полигона длина ширина. А у точки таких параметров нет. То есть чтобы проверить данные утверждения, используем данный метод для слоя с полигонами. То есть мы выделили уже слой с полигонами и перезададим переменную Lir. Поскольку Active Layer у нас поменялся из-за выделения, то это уже будет слой с полигонами. Проверим это с помощью LirName. То есть, как мы видим, другое имя уже у данного объекта. И посмотрим его тип геометрии. Тип геометрии 2. То есть это полигон. Итак, поменяем обратно на точки. Теперь давайте посмотрим, как получить поля из таблицы атрибутов данного слоя. То есть давайте получим название полей. Как идет обращение к полям из языка Python? Мы сразу напишем цикл forField in Lir.pendingFields. То есть LirPendingFields возвращает нам объекты полей из данного слоя. Ну и давайте выведем тип данного столбца, то есть текстовый, числовой и имя данного столбца. Мы обратимся к следующим методам, то есть TypeName и FieldName. Ну и как мы видим, нам вывелся сначала тип соответствующего поля, и затем его название из таблицы атрибутов. Можем посмотреть, сравнить. Ну, в общем, все совпадает, естественно. Конечно, более подробно о объекте слой, естественно, мы можем прочитать в справке по ссылке к UGS VectorLayer. Но если вы хотите работать прямо из Python, то в Python есть такой метод dir, который на вход принимает объект и возвращает список из названий всех его методов и свойств, которые, соответственно, применимы к данному объекту. Итак, теперь давайте поработаем с выборкой. Как мы понимаем, мы можем руками выбирать что-то в таблице атрибутов. Они у нас подсвечиваются на карте, данные выбранные объекты. Ну, давайте посмотрим, как это делать автоматически с помощью языка Python. Ну и опять будем обращаться к слою. Во-первых, есть метод SelectAll. Ну, естественно, он выбирает все объекты. В таблице атрибутов. Вот они все у нас на карте подсветились. Чтобы снять выборку, также полностью есть метод RemoveSelection. И, соответственно, выборка снимается. Также мы можем выделять объекты по их ID. Соответственно, о том, как получить ID с помощью языка Python, опять-таки, не зная соответствующих чисел, мы рассмотрим это в следующей видеозаписи. Ну, а пока мы можем с помощью метода Select добавлять к выборке новые объекты. Ну и обратный метод называется DeSelect, который, естественно, снимает выборку. Также мы можем выбирать по выражению. То есть, как и в Argusi, мы можем написать какое-то SQL выражение и выбрать все объекты, соответствующие данному выражению. Ну вот давайте напишем простое выражение. Я его скопирую. Мы видим, что используется метод SelectByExpression, и внутри мы пишем само выражение, на основе которого будет выбранный объект. Итак, мы пишем название столбца, знак равенства, и если это текст, то в кавычках вписываем то текстовое выражение, которое мы считаем содержится в таблице атрибутов нашего слоя. Итак, мы смотрим, что в столбце name0 у нас все объекты имеют значение острие, поэтому при выполнении данной команды у нас выделятся все объекты. Давайте сделаем так, чтобы выделились не все объекты. Например, выберем столбец id1 и выберем несколько чисел. Для начала снимем выборку и перепишем выражение. И мы видим, что у нас выбрались все объекты, которые соответствуют данному условию. То есть, значение в столбце id1 меньше 170. То есть, у нас не выбрался только объект со значением равным 170. Ну, собственно, для знакомства это все. В дальнейшем мы будем уже более подробно работать с выполнением команды с консоля. И в следующих видео мы поработаем с таблицей атрибутов, со считыванием, вписыванием, добавлением в таблицу атрибутов, также добавлением столбцов, удалением столбцов. Если говорить в аргисовских понятиях, то это аналоги функции searchCursor, updateCursor и insertCursor. Субтитры создавал DimaTorzok